ресурсность последнее время огромное количество людей пытаются нагуглить как не выгорать как сохранить ресурс давайте сегодня поговорим об этом и о многом другом меня зовут алексей красиков я основатель и руководитель школы эмоционального интеллекта и психотерапии я занимаюсь переподготовкой людей которые хотят научиться заниматься научно обоснованной доказательной медициной и психотерапии для того чтобы помогать людям с тревожными расстройствами я 15 лет занимаюсь практикой эмоциональной коррекции тревожно-фобических расстройств панических невротических апсинокомпульсивных и так далее и в общем то теперь занимаюсь уже образованием в нашей стране поэтому сегодня мы говорим о выгорании очень важно и очень нужно понять что есть некоторое количество ошибок в личности которая приводит вас к невротическим расстройствам и к невротическим симптомам я хочу поговорить сегодня об одной из ней которая приводит вас к истощению или не успеху в жизни вообще за эту ошибку цепляется огромное количество потом того с чем люди приходят в кабинет психотерапевта и давайте об этом поговорим это желание всем понравится и угодить люди пытаются знаете ли на елку сесть и жопу не уколоть они пытаются и избавиться от своих невротических тревог и переживаний или каких-то эмоциональности импульсивности и оставить свои принципы оставить свое главное желание никому не ни на кого не произвести плохое впечатление всем угодить и понравится запомните пожалуйста если у вас есть история внутри что вы хотите угодить всем если вы хотите понравиться всем вы никогда не добьетесь успеха вы никогда не самореализуетесь вы никогда не найдете себя вы никогда не вылечитесь вылечиться от депрессии или тревоги если вы пытаетесь угодить родителям и всем вашим родственникам вы никогда не начнете жить так как хотите вы и вы даже не поймете кто вы на самом деле если вы пытаетесь угодить вашим друзьям и вашему окружению вы никогда не будете уважаемы вы никогда не будете сами себя уважать если вы пытаетесь понравиться окружающим людям вы никогда не будете заниматься тем что вы хотите на самом деле потому что чтобы найти себя нужно пробовать, а чтобы пробовать, нужно не бояться совершить ошибок и не бояться, не понравиться. Страх не понравится тормозит вас во всём буквально. И вы не представляете, сколько людей, которые ко мне обращаются с паническими расстройствами, апсинокомпульсивными, ипохондрическими, общими тревожно-депрессивными расстройствами, за этим, за всем стоит желание на ёлку сесть и жопу не уколоть. Как бы мне избавиться от моих симптомов, но при этом я хочу продолжать, чтобы меня не осудили родственники. Я хочу продолжать, всем нравится. Я хочу рассказать вам небольшую притчу. Пришёл бедняк к своему царю и говорит, значит, если царь пойдёт на его просьбу, а он просил милостыню положить в чашу, то царь будет прославлен, и, в общем-то, ему будут очень благодарны огромное количество людей, он будет править вечно. Царь долго думал, долго думал, потом спустился и дал несколько монет в эту чашу. Эти монеты пропали. Царь удивился, дал ещё монет в эту чашу, они опять пропали. Он приказал слугам принести много-много золота, и всё золото, которое сыпали в эту чашу, оно пропадало. Казан начинал опустить, всё меньше и меньше оставалось резервов. В итоге царь, когда уже последние монеты были в эту чашу высыпаны, и они опять же пропали, царь взмолился и сказал, в чём секрет этой чаши, почему она не наполняется. Тогда бедняк сказал, что эта чаша создана из человеческих желаний и человеческих амбиций, и они безграничны. Метафора для вас сегодня. Если вы будете пытаться удовлетворить всех людей вокруг, включая ваших родственников, друзей, близких, вы забудете про себя. Вы потратите весь ресурс. Вы отдадите всего себя и никогда не будете жить так, как вы хотите. Да, вам придётся заплатить. Всё в нашей планете очень уравновешенно. Если вы хотите что-то получить, вам придётся за это чем-то заплатить. И в нашей с вами сегодня теме, если вы хотите быть настоящим, если вы хотите сохранять ресурс, если вы хотите быть собой и быть самореализованным, вам придётся заплатить за это тем, что о вас кто-то могут подумать плохо или даже отвернуться от вас. Представьте себе, для многих людей метафора, что от вас отвернуться, что кто-то подумает плохо, это настолько жёсткое табу, что они просто об этом даже не могут думать. Именно поэтому они являются хроническими, постоянными клиентами психотерапевтов и психологов. Нельзя добиться успеха в жизни, при этом пытаясь понравиться всем и всем угодить. Не получится это сбалансировать, чтобы вами были все довольны и чтобы вы жили хорошую, счастливую, полноценную жизнь. Потому что за право быть собой, за право делать то, что вы хотите, за право быть хозяином собственных выборов и собственной жизни, вам придётся заплатить тем, что о вас могут подумать, что вы Ш и Б и так далее и тому подобное. Подумайте об этом. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта и психотерапии. До встречи.